Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет видео посвящено пустым баночкам, хозяйке на заметку. Так что, если вам интересно такого рода видео, я вас приглашаю к просмотру. Целый месяц я копила все эти пустые баночки для того, чтобы с вами поделиться своим мнением. Что вы думаете? В этот раз у меня получился какой-то сумбур и есть какие-то хорошие отзывы о продуктах. Я прям уверена в этих средствах, и я куплю их еще раз. И, конечно же, мои большие разочарования. Начну я, как обычно, наверное, с пакетиков и перейдем к бутылочкам. Первое мое разочарование – это были губки от фирмы Чистюля. И эти губки не те, которые я обычно брала, мега большие, эти XXL. Я взяла в этот раз, они выглядят вот так вот. В общем, здесь их 5 штук, и они тоже достаточно большие. Да, они удобно, их можно держать в ручке, да, у них не отходит этот вот абразивный слой. Но они совершенно не размыливают чистящие средства. И поэтому вот именно с этими губками у меня получалось так, что я очень много лила ферри. И это ферри просто, ну, оно почему-то совершенно не мылилось. Я не знаю, в чем проблема. И они такие достаточно упругие и тугие. Не знаю, в общем, стоило это 55 рублей, этот набор губок. Это просто напрасно выброшенные деньги. Я больше их, конечно же, не куплю. Мелочь вроде бы, но извините, как бы 55 рублей за просто так. Мне тоже неприятно было выбросить. Следующие губки, это губки из фикс прайса фирмы Bonhomme. Bonhomme, они идут целлюлезные с чистящим слоем. Вот эти губки я могу вам порекомендовать. Их здесь 3 штуки шло. Я могу вам порекомендовать для очистки именно сантехники, для очистки ванной комнаты, плитки. Вот это классное средство сработает с какими-то такими порошковыми средствами. А вот для мытья посуды это полная ерундистика. Тоже не мылится. Губка достаточно такая, она твердая получается. И даже после того, когда она в кипяточке побудет. То есть вообще, ну, какая-то ерунда. Я не знаю. В этот раз, в этом месяце мне совершенно не везло на губки. Поэтому вернусь к своим любимым большим, огромным губкам от фирмы Чистюли. И буду радоваться им. А вот эти смело берите для уборки именно дома. Для чистки, допустим, даже той же газовой плиты. И чего-то такого, знаете, если вы будете очистить там с каким-то порошочком. Вот классно сработает. Следующее я выбрасываю. Это стальные губки от Мастер Блеск. И они стоят, по-моему, 15 рублей. И столько они должны стоить. Поэтому достала губку, почистила то, что мне нужно было почистить. И выбросила ее. Они такие, знаете, круглые. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому смело могу их рекомендовать. Я знаю, что их сейчас много разных на рынке есть. Есть и намного дороже. Но я не вижу смысла платить больше, если вот эти вот стальные губки хорошо работают. Поэтому смело брать и вообще даже не думать. Следующее, что я выбрасываю. И это вот такой огромнейший пакет от Зева. Это бумажные полотенца. Их здесь было 4 штуки. Но не нашла я пока лучше, чем Зева. Да, они дороже. Да, они как бы такие, да. Такое удовольствие достаточно странное. Но я их использую как на кухне, так и в косметических целях. Мне одного полотенца хватает, чтобы вытереть лицо и зону декольте. И также на кухне, если я что-то жарю, я могу просто потереть этими полотенцами. И все замечательно. Не нужно портить свои полотенца, которыми я потом буду долго их выстирывать, вымачивать. Классные вообще бумажные полотенца, к которым у меня совершенно нет претензий. Но если только цена. Потому что с каждым разом Зева становится дороже. Вот пока бумажные полотенца меня устраивают. Но другими продуктами фирмы Зева я как бы особо сейчас зацикливаться не буду. Устраивает, и я могу смело вам их рекомендовать. Я очень много разных полотенец пробовала. А вот эти вот 5 с плюсом. Следующее, что я выбрасываю. И я это куплю снова. Это порошок, который я отношу прям к бюджетному-бюджетному сегменту. Он стоит на скидках, его можно купить за 300 рублей в размере 3 килограмм. Классно выстирывает, не остается на белье. Выстирывается из белья, выполаскивается. Все здорово. Прям классное средство. В плане того, что стоит недорого и работает хорошо. А если вам нужно отбелить свои белые вещи, вы просто добавляете свой любимый отбеливатель. И вот так срабатывает, не хуже каких-то более дорогих. Поэтому я его сейчас смело беру. У меня я высыпала буквально недавно вот эту упаковочку. И выбрасываю сейчас, потому что нет смысла тащить старые упаковки в Новый год. Так что, в принципе, все устраивает. И аромат его, и как он работает. Пока он мне нравится. Пока он у меня был в этот раз. Следующее, что я выбрасываю. Это просто незаменимая вещь. Это палочка-выручалочка. Это фирма Вистар. Российское производство. И это влажные бытовые салфетки с эфирными маслами цитрусовых. Девочки, вот если вы лентяйка, если у вас нет времени совершенно на какую-то уборку, можно их положить в ванной комнате. И после того, когда вы вечером делаете свой ритуал, либо утром, вы просто берете салфетку, протираете сантехнику. И вот, у вас как бы процесс того, чтобы прогенералить в вашей ванной комнате, он просто немножко оттягивается. Также можно положить такую же упаковку в туалете. Ну, сами понимаете, что там этим можно сделать. То есть, у меня такие салфетки лежали и в туалете, и в ванной комнате. А так как у меня маленький ребенок дома, и не всегда я могу там, знаете, вот все бросить и делать генеральные уборки. Они у меня каждую неделю генеральные уборки. Но вот это вот просто палочка-выручалочка, могу сказать. То есть, ну, мега-супер-классная вещь. Даже просто брала, протирала в микроволновой печи, к примеру, и все было здорово, все классно. Так что стоило это удовольствие 50 рублей, 50 штук в упаковке. Хорошие, хорошо пропитаны. Они достаточно большие, удобные, и нет раздражений на руках, и кожа не сохнет. Следующее, что я вам покажу, зачесался нос. Следующее, что я хочу показать, это два противоположных, но абсолютно одинаковых средства. Это одно средство куплено в магнит косметик, другое средство я купила в фикс прайсе. Вот это стоило, по-моему, около 80 рублей, а это 50 рублей, все мы знаем. Объем у них один и тот же, все на упаковке написано одинаково. Минус заключается в том, что вот эта вот упаковка прослужила мне, ну, пока не закончилось средство из магнит косметик. То есть, видите, все хорошо, все удобно, как бы потеки есть небольшие, но это как бы не критично. Простите, что стою вам это все в экран. Но вот это вот средство, купленное в фикс прайсе, ну, вы сами видите, то есть оно помимо того, что лопнула практически сразу же вся упаковка, оно все залило, это очень неудобно. Да, оно стоило бюджетнее, да, оно как бы абсолютно практически так же работает, но оно было чуть-чуть жиже, чем обычный санфор. И могу сказать вам одно, то, что так как у нас дома маленький ребенок и кот, меня это вот как мама, вот это совершенно не устраивает, когда у меня, простите, в туалете за унитазом, простите за такие подробности, стоит такая аварийная банка, потому что у меня ребенок мальчик, и он любит везде залезть, да и любой ребенок. И я реально, мне приходилось контролировать то, чтобы ребенок заходил только в моем присутствии в туалет, чтобы ничего там не произошло, чтобы он не залез, не схватил. Поэтому как бы больше я, наверное, фикс-прайсе вот такого рода брать не буду. Зачем мне нужны эти аварийные бутылки? А так оно, в принципе, неплохо работало. Думайте сами, решайте сами. Следующее средство, которое я тоже не куплю, это Glade, именно вот с этим ароматом сочные ягоды. Я вообще люблю ягодки, я люблю ванильки, вот такое все вкусненькое, зефирненькое, мне это нравится. Но вот это средство, это вообще какая-то катастрофа. Взяли, побрызгали, воняет, простите меня, чем-то дешевым, противным, ужасным, ядреным. Я не скажу, что это ягоды, я не скажу, что там какие-то цветочки, но отвратительный запах. Буквально через какой-то период времени оно начинает расслаиваться, причем идет просто какой-то воздух, водичка там остается, потом как-то все это перемешивается и после того, когда, допустим, в туалете, да, либо в ванной комнате побрызгаешь данным средством, ты видишь, что у тебя липкий пол, у тебя все в воде, как-то все непонятно и фу-фу-фу выбрасывать, больше не возьму, стоило оно небюджетно, поэтому какой-то неудачный просто флакон. Следующее, что закончилось, это мой любимый Glorix, тут много говорить не буду, я его люблю, я его беру, и обязательно еще раз возьму, мне очень нравится, как он моет пол, мне нравится то, что у него не яркий аромат, просто запах свежести, запах чистоты, так что в любом случае еще раз повторю и куплю его. Следующее, что у меня закончилось, и это хозяйки на заметку, прям присмотреться, если у вас мягкая мебель, вы ее чистите сами, а не вызываете какие-то клининговые службы, тогда это вообще вот для вас. Вот это вот средство я купила в обычном магазине, в обычном супермаркете, называется Нортленд, актив фром, активная пена для чистки ковров и мягкой мебели, средство, которое совершенно не сработало, вообще, девочки, ну вот бесполезно потраченные деньги, время, усилия, и после всего этого мне пришлось еще на пару раз вычищать, выпылесосивать, вычищать вот именно это средство из обивки. Вот это средство у меня покупал муж летом и чистил салон в машине. Могу сказать одно, здесь его объем 780 миллилитров, его хватило для того, чтобы замечательно очистить салон в машине, и я еще остатками почистила мебель. Вот так очистила, стоило оно что-то в пределах 400 рублей, вот это, кстати, объемом уйдет 600 миллилитров, и он стоил тоже, кстати, около 400 рублей, может быть, чуть дешевле, может, 300 рублей. Но все равно, девочки, я считаю, 300 рублей купить вот за такую байду, которая совершенно не сработает, выбросить деньги для меня, это прямо, знаете, моя старая еврейская жаба, она меня так поддушила и так вот сказала пальчиком, ай-яй-яй. А вот это средство я обязательно повторюсь, потому что оно реально хорошо очистило. Здесь идет обычный пульверизатор, которому удобно наносить средство, пена достаточно густая, распределяется хорошо, и действительно, вот когда вы начинаете чистить мебель, вы видите, вот как эта всю грязь поднимается. Здесь идет пульверизатор вот такой вот, и пена не настолько густая, как, к примеру, вот эта вот. И здесь, получается, он бьет какой-то струйкой, и ты должен сам эту пену как-то распределять, и она бьет куда угодно, но только не туда, куда вам нужно. Поэтому вообще бесполезно выпрошенные деньги, бесполезная штука, которую совершенно не могу советовать. А вот это вот, да, меня впечатлило, и сейчас я обязательно повторю вот эту покупку, потому что она у меня просто должна стоять, потому что маленький ребенок, кот, и, простите меня, как бы чистота в доме, чистота мебели, мы постоянно сидим, пачкаем, и поэтому, ну, это должно быть у меня. Поэтому я вам тоже настоятельно рекомендую заглянуть в автомагазин и присмотреться. Фирма называется, которая ProFarm 4000. Так что вот так вот. Следующее средство, которое у меня закончилось, ну, это моя любовь, и без этого я уже просто не вижу свою стирку, это Вернель. Люблю за его аромат, люблю, как после него гладится белье, ощущение чистоты, свежести, мне нравятся ароматы. Здесь у меня цитрусовые масла и ваниль, две упаковки. Куплю следующую, если найду свой любимый аромат с орхидеи, нравятся мне эти ароматы. Если будет акция, конечно же, наберу очень много, если не будет акция, возьму какой-нибудь свой любимый аромат. Смело вам могу рекомендовать. Одной упаковке, вот здесь один литр суперконцентрата, его хватает на месяц-полтора, если у вас, допустим, стирка раз в неделю, мне кажется, вообще, оно очень долго хватит. Я стираю три раза в неделю, поэтому у меня уходит на полтора месяца, где-то так. Здесь вот у меня захватилось два литра, потому что это, по-моему, даже у меня октябрьская еще упаковка, а здесь у меня еще чуть-чуть осталось на пару стиров, но решила показать, потому что стирки у меня будут буквально завтра, сегодня, и я это все выброшу. Классное средство, которое стоит своих денег, нет никакой после него аллергии, какого-то зуда, либо еще чего-то разводов. Я полощу с этим ополаскивателем белья также и черные, и светлые, и шерстяные, и все абсолютно вещи, и все здорово, все классно, вообще, люблю-люблю, вернель, спасибо большое за такие классные находки для стирки. Следующее, что я буду показывать, это средство Клин, средство для чистки стекла и окон. Офигенное средство, офигенно густая пена с запахом, у меня это идет с запахом лимона, и здесь содержится спирт, который тоже чувствуется. Пена достаточно густая, хорошо работает, пульверизатор ни разу меня не подвел. Классно это средство смывает, как грязь, уличную, допустим, с окон. Также классно смывает разводы стекла, если ребенок у вас на зеркале любит оставлять отпечатки, либо целовать себя, убирает замечательно, здорово. Мыльные разводы в ванной комнате крутой уберет. Все здорово, все нравится. И с удовольствием, конечно же, повторю такое средство. Мне очень сильно понравилось, и хватило ему буквально, наверное, месяца 2-2,5. Следующее средство, которое меня покорило, это фирма Пронто, это ход для мебели 5 в 1. Производитель нам заявляет, что удаляет пыль, защищает, увлажняет, нейтрализует до 90% аллергенов, удаляет следы пальцев и загрязнений. Подписываюсь абсолютно под все, но, конечно, по поводу аллергенов я как бы судить еще пока не могу. Тут идет у нас экстракт алоэфера. Этим средством я удаляла пыль с мебели раз в 4 дня. Это рекорд, потому что у нас кирюха носится так, что, мне кажется, у нас пыль на потолке прилипает. С этим же я просто протираю пыль, и чистоты хватает на 4 дня. Это очень круто, это здорово, и любые пятна, которые оставляют дети на мебели, какие-то жирные, либо еще что-то, убирает просто за 2-3 секундочки. Замечательно работает, приятный аромат, хватило надолго, я его обязательно повторю. Здесь его объем был 500 мл, и оно мне прослужило все лето, всю осень, по-моему, часть весны, и вот зиму захватило, поэтому обязательно куплю. Следующее средство, у которого у меня осталось непонятное ощущение, это Ферри. Старушка Ферри. Средство, которое мне очень сильно понравилось, и мне его действительно хватило на 2 месяца, это Ферри с зеленого яблока. 1 литр, это старая их версия. И средство, которое меня полностью разочаровало, это их новая улучшенная формула, пена эффект, Ферри с аромат, сочный лимон, и более концентрированный, как написано, чем в предыдущей версии. Это средство, которое совершенно плохо пенится, это средство мне высушило руки. После него у меня, сказать, что сухие руки, они у меня вот такие вот были. Знаете, такая была бабушка, с крюками такими. Ну, совершенно какая-то непонятная штука, я обязательно возьму вот эту вот. Сейчас у меня в запасе, точнее у меня сейчас стоит на раковине, вот абсолютно такая же, только, по-моему, с апельсином. Дело в том, что когда я была в магазине, по-моему, в магнит косметик была скидка. Я решила взять две, потому что улучшенная формула, думаю, ну, может быть, она реально классная. И я от своей жадности взяла, короче, две штуки, и вообще разочаровалась в этом, лучше бы взяла одну вот такую вот. Мне не понравилось, девочки, вообще не понравилось, а цена у него намного, по-моему, выше, чем у старой версии. Так что имейте в виду, думайте сами, решайте сами, но я пойду в следующий раз за старушкой Ферри, если я найду, то хапну несколько штук, чтобы они у меня были. Так, ну все, это все мои пустые баночки. Если вам, конечно, понравилось такого рода видео, поддержите меня пальчиком вверх, вы тем самым меня стимулируете на съемку новых видео, рассказывать вам что-то, делиться с вами чем-то. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые, свежие видео для вас. Не забывайте подписываться и переходить по ссылкам под видео, на какие-то старые мои видео, которые я снимала для вас, но, по моему мнению, это интересные видео. Не забывайте, конечно, подписываться на меня в Инстаграм, там я тоже по возможности выставляю для вас какие-то интересные посты. Дерегите себя и своих близких, избавляйтесь от всего старого, ненужного и переходите в Новый год с хорошими мыслями и уже с чистой квартирой, с чистой совестью. С вами была ваша Ира, увидимся в новых роликах, в новых видео. Всем пока-пока!